итак почему швеции люди часто разводятся почему шведы часто разводятся под словом шведы я имею ввиду люди проживающие на территории швеции в данный момент вы знаете швеция мультикультурно мультивнациональное государство но тем не менее на количество разводов а культура в данной стране влияет и так почему шведы разводятся потому что к возникают конфликты то есть никогда не развод не произойдет если в паре все нормально если в паре все хорошо и если два человека душевно и физически здоровы мы будем сегодня говорить и про мужчин и про женщин есть народная мудрость что если двое ругаются двое виноваты ссоре не бывает этим человек виноват ссоре всегда виноваты два человека и так сначала мы проговорим о мужчинах какие ошибки делают мужчины и почему женщины хотят развестись мужчины да конечно основная причина разводов это неверность и я бы выделила вторую основную причину у мужчин это нежелание делиться своими деньгами швеции как у многих очень пар у нее свой бюджет она что-то там себе покупает у него свой бюджет и она часто они знают него свой счет в банке и женщина очень часто про этот счет в банке не знает то есть она знаешь что он существует насколько там денег она не знает какая там сумма лежит не знает и не знает на что он деньги тратит есть такой момент или же они складывают деньги она она на общий счет и дальше они тратят то есть понятие карманных денег своих очень часто здесь опустывают у женщины вот или это на общий счет либо она сама я знаю одну пару они женаты очень много лет у них есть ребенок уже 10 летний и еду они платят пополам хату пополам эти вещи и игрушки ребенку пополам тачку пополам то есть пополам щеки шведские мужчины очень многие пополам щеки вот это очень конечно очень многие женщины напрягают что женщина должна работать но в то же время она должна и работать и по дому и так работа по дому женщины как ведут себя женщины женщины шведские настоящее время современные модернизированные не хотят работать по дому много потому что они уже работают на своей работе пенсии вы знаете здесь 60 лет с лишним поэтому чтобы женщине себя сохранить она начинает меньше работать по дому и очень часто они не готовят едят в ресторанах то есть он приходит домой а еда не готова не так давно один мой знакомый парень развелся причем не такая любовь большая была он боснеец и приехал сюда ребенком корни боснийские и она родилась девушка родители из боснии и он не говорит она моей крови у нас такая любовь у нас такая любовь вот такая просто вот такая мы будем жить до конца своих дней вместе прошло несколько лет я встретил его в детском магазине он покупал одежду ребенку много одежды покупал и мог стали с ним болтать он вот я прихожу домой и еда не готова дома грязно игры как с ребенком он с ребенком как обычно по закону две недели ребенок у маты бенгей ребенок у меня игру ну сказал бы ты ей что девушка дорогая родная жена приготовь говорил она говорит а я устала я не могу вот вот пожалуйста то есть неправильно восприятие у него было этой девушки она родилась здесь она выросла здесь какая на босне и она шведка у него с низкие корни все чуть минус чешется даже от этих эмоциональных вещей так мужчины совершают одни поступки женщины совершают другие и в силу этого неприятия браки очень расходятся дальше 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 люди друг от друга и еще вот знаю пары а где люди просто не могут разойтись из-за маленьких очень детей потому что это будет неудобно таскаться и очень часто мужчины хотят приседать на голову женщинам чтобы она и зарабатывала их денежки на общий счет складывала а он бы там бы себе с этих книжек что-то покупал или там ездил в поездочке в отдельника в одно рыло как это называется очень грубо но это правда вот друзья мои на этой почве много разводов и так измены порно сайты далее нежелание делиться с другими своими деньгами со своей семьей и нежелание готовить нежелание убираться вот основные причины разводов разводов очень много где-то процентов 50 но есть точно друзья мои я желаю вам всем хорошего дня с вами была александра чо